Всем большой привет! Меня зовут Валентина и сегодня приглашаю вас в Second Hand Mark House города Мангейм, Германия. Первая вещь, которая мне попалась, это костюм мятного цвета от Vera Mond, винтажный. Каждая позиция по 8 евро, это блуза и юбка. Далее у меня встретилась вот такая вот черная блуза с юбкой, тоже костюмный ряд. Вот это на входе, прям в магазин, нас встречают такие вот винтажные позиции. Что касается конкретно этого магазина, то это самый большой во всем городе. Здесь несколько залов. Первый, как я повторюсь, это винтажные и люксовые изделия. Вот такой вот костюм тоже, кстати, понравился очень. Жилетка и юбка. Бельки не было, но на ощупь чувствуется шерсть. Итак, вернемся к характеристикам магазина. Здесь первый отдел. Второй отдел – это масс-маркет, там можно по выгодным позициям купить изделия. Третий отдел – это посуда. Четвертый отдел – это мебель. Пока что проходимся по винтажному. Здесь вот такой вот костюм черный – это гольф. Вейнмайн дизайн, размер единичка указан. Каждая единица по 4,50. Сразу скажу, что на камере визуально кажется, как будто бы костюм не в идеальном состоянии. По факту он в хорошем виде, просто что черный цвет на камере искажается. Потом были вот такие вот кожаные босоножки, интересные лямочки у них, интересная подошва. Но так как уже нет сезон, я на них не стала акцентировать внимание. Цена 9 евро. Ну а если бы летом были, то может быть бы и прикупила бы себе. Еще хотела отметить, что это видео я еще снимала в положении, поэтому не всю примерку могу показывать на себе. Много вещей демонстрирую просто на тремпеле. Кстати, вот встретилась такая винтажная курточка. Сейчас они очень актуальны. Очень много молодых людей в Германии носят вот такой вот стиль. Смотрится, конечно, очень забавно. Я пока что еще не рискую. Помимо того, что в этом магазине, в этом зале есть винтажная одежда, тут также есть и украшения, и бижутерия, и какие-то аксессуары в виде брошек, часов, сережек, колье. Цены совершенно разные. Когда я была в магазине, мне особо ничего не приглянулось. Но вот сейчас, когда я монтирую этот ролик, я понимаю, что есть много позиций, которые бы я с радостью примерила бы. И, кстати, возможно, я вернусь в этот отдел, потому что вот даже для себя сейчас несколько позиций выписала в блокнот, которые, если остались, хотела бы рассмотреть более детально. Также у меня сейчас есть задача must-have, это найти идеальную шерстяную шляпку. Но пока что я уже в течение месяца не могу подобрать ничего для себя стоящего. Но вообще хотела сказать, что винтажные изделия – это любовь. Я готова рассматривать их очень долго с восхищением. Вот это платье, казалось бы, такое обычное, бирюзовое, но насколько оно качественное, насколько оно идеально смотрится, даже на манекене. Это платье от бренда COS, тоже люблю эту компанию. Но что касается конкретно этой модели, я не совсем поняла эту расцветку, я не вижу ее прям такой мега актуальной в этом сезоне. Но компания хорошо ценится. Следующая находка – это винтажное платье стоит 21 евро. Красивый изумрудный цвет, интересная лекала. И у этого платья такая контрастная деталь, черная, слегка наискосок по низу представлена. Белька с составом отсутствовала, но мне кажется, что там есть что-то шерстяное, вот прям вангую. Сейчас покажу, как на мне смотрелось бы это платье. Конечно, его нужно не на беременный живот примерять, а под какие-нибудь красивые туфли-лодочки, либо под сапоги казаки. Это вот еще одна находка – винтажная блуза красивого цвета. Она не совсем белая, у нее такой вот какой-то кремовый подтон. Шикарный ворот, тоже здесь, конечно же, акцентировано, что это винтажная позиция, стоит 15 евро. Меня смутило то, что перхона слегка просвечивается, и не совсем идеальные подмышки. Спортивные брюки от бренда Adidas в нетипичном для них таком стиле с рюшами по бокам. Не мой размер. Так, может быть, даже бы и оценила. Это, конечно же, оригинал, не подделка. И стоили эти брюшки 9 евро. Вот здесь на камере тоже бросается в глаза, что как будто бы они не идеальные. Но они в жизни лучше смотрятся, нежели через экран. Очень нравятся вот такие вот джинсовые изделия. Я фанат Денима. А это платье просто такое вот полотно идеальное, на котором можно шикарные образы составлять. Что касается обуви, мне особо ничего не приглянулось в этом ряду. Посмотрела, какие варианты представлены. Ознакомилась поглубже с ассортиментом. Вот такие вот симпатичные босоножечки были. Но прям такого, что ах, я не встретила. И отсюда я выдвинулась в следующий отдел. Первое, что мне здесь попалось, это вот такая вот интересная штуковина кардигана из тонкого трикотажа от бренда Сисли. Винтажный. У него длинный рукав. На лето, может быть, да, как второй слой. Если правильно обыграть, придумать какие-то образы, да, подойдет. Следующая находка. Это кардиган. 100% полиакрил, но это винтаж. Шикарного красного цвета. С изумительной аппликацией в виде пайеток. Смотрится роскошно. Как я уже говорила ранее, этот магазин очень большой. И в него мы пошли вместе с мамой. Мы поделили его визуально на две части. Первую проходила я, вторую моя мама. Я пошла по кофтам. Вот Ганни. Такой вот интересный фасон. Казалось бы, как кардиган, но нет. Он застегивается до груди. У него кнопки на рукавах. И очень классный состав. 90% льна, 10 катона. Следующая находка. Это свитер от Манго. Такая сеточка за 4 евро с копейками. Классно смотрится как самостоятельно. На то же время будет прикольно и на купальнике поверх одета, и по на рубашку. Сейчас очень в моде вот такие вот сетчатые изделия. Вообще вязаные. И, конечно же, это я не могла пройти мимо. Следующая находка. Это опять бренд Сисли. И это такой вот осенний кардиган. Красивая вязка. Объемные тут и косые шарики. Очень люблю в осеннем моде подобные изделия. Винтаж и котики. Двое любимое их одновременно в одном изделии. Свитер-пулловер голубого цвета. Тоже 4 с копейками стоил. У него такой воротник-стоечка. Этот свитерок я просто взяла для вдохновения. Сейчас работаю над созданием ролика DIY. И вот мне подобный свитер дал толчок для создания одной интересной вещицы. Обязательно подписывайтесь ко мне на канал, чтобы не пропустить ролики. И в скором времени увидите переделку интересную. Это мы по обуви прошли снова. Если я не ошибаюсь, эта модель какая-то, наверное, ортопедическая. Но сейчас даже в магазинах масс-маркета много подобных изделий. Далее я снова вернулась к свитерам. Их будет очень-очень много. Это вот тоже из винтажа. Красивый небесный цвет. Ажурная вязка. Но рукавчик укороченный. Хотя можно его тоже классно применить. Люблю бренд Modeline. Не всегда мне нравятся их фасоны. Но что касается качества, у этого бренда отменнейшие изделия. Часто встречается шелк, шерсть и прочие люксовые позиции. Вот такая вот кофточка черная. И на ней кожзам вставка в виде банта. 4,50 евро стоит. Это Seven Avenue Design Studio, Нью-Йорк. Материал на ощупь никотон. Такой вот полиакрил. Поэтому я решила даже не брать примерку. Оставить его в магазине. Просто вам показала. Это вот тоже один из любимых мной брендов. Peterhan. Кардиган персикового цвета. Purt Osmanian Wool. У меня в Украине остались из моего магазина Showroom Trendy Forever изделия от Peterhan. Всегда классное качество на высоте. И хорошие цвета, хорошо носятся. Далее я зашла в свой любимый отдел. Это для дома. Здесь вот такое вот одеяло шикарное шельстяное попалось. Винтажное тоже. Оно невероятно теплое. Мы его не купили. И потом об этом очень сильно пожалели. Далее я пошла по пиджакам. Здесь солнце так падает, что кажется, что это сочетание черного цвета и денима. Вот этот вот синий оттенок, это такая мелкая клеточка. Очень красивая фурнитура. Шикарное качество. Бренд мне неизвестен. Нравится, что у этого жакета классные плечики и крокнутая длина. Это вот следующая находка. Летний жакет цвета фуксии. Тоже шикарная фурнитура. Очень красивые такие вот защипчики на плечиках и на рукавах. Это минутка юмора. Вот так вот афроамериканки носят своих деток по магазинам. Далее встретили вот такой вот рюкзак. Вообще у нас задача номер один найти мне идеальный рюкзак. А я клиент очень вредный. Мне все не нравится. Моя мама, кстати, вот этот вот очень оценила. Классный фасон. Он хоть и маленький, но очень вместительный. Цена приятная. Но его я не оценила. В отличие от вот этой вот позиции, этот рюкзачок мы купили. Синего цвета. Его можно переделывать в сумку. Стоит тоже 5 евро. Это не из последних коллекций. Это винтажный. Внутри много карманчиков. Эта модель кожаная. И я думаю, что в скором времени он мне очень-очень пригодится. Далее мы нашли красивую белую блузочку. С ажурным верхом. Стоила 4,50 евро. Тут кружево. Очень красивые пуговички. Рукавчик скошенный. Просто вижу эту блузу с денимом. С красивыми джинсами. Но опять-таки мы ее не купили. Потому что у меня есть. Из чего выбрать сейчас дома. Это вот юбка. Сто процентный шелк. Длина миди. Красивый цвет. Такой золотисто-бежево-серый. Даже слоновые кости. Но нашли дефект на этой юбке потом. Далее. Льняные брюки-кюлоты. Стоили 3 евро. Высокая посадка. Тоже классный оттенок. Такой мокрый асфальт с фиолетовым подтоном. Не совсем наш размер. И вот видите, эти брюки сильно светятся. А так, конечно, must have. Еще одна супер находка. Это юбка в клетку. Шерстяная. 4,50. Ну, практически все вещи в этом магазине, в этом отделе под 4,50 были. Обожаю вот такие вот изделия на осень с сапогами, ботфортами сочетать. Вот здесь показываю состав. Очень хорошая, очень такая добротная вещица. Также часто в секонд-хендах мне попадаются вещи от бренда КТ. Это вот юбка длиной макси, такая резинка. Ее цена была немножко больше, чем остальных позиций. И знаете, я вот сейчас, когда монтировала, задумалась, а почему мы ее не взяли? Она же просто идеальная. Что касается этого кардигана, я скажу вам, что мы в этот день его не купили. И потом ждали, когда закончатся выходные, чтобы поехать в понедельник и забрать его. Потому что как мы могли так втыкать? По-другому я даже слово подобрать не могу. Как можно было его оставить в магазине? Он стоил 4,50. Это просто произведение искусства. Только посмотрите. Дженнифер Риетт бренд называется. И вот эта вся вязка, она изумительная. Это вот такой вот жакет. Я думала, что какой-то потрясающий состав, но оказалось, что нет. Просто вискоза. Красивый тракотовый оттенок, поверх которого нарисован узор. И он так слегка переливается. Возможно, если бы мой гардероб строился в такой цветовой гамме, я бы этот жакет приобрела. Ну а так мне он нравится. Он стильный, он красивый. Но он будет висеть у меня, не работать. Эти подушки я, кстати, купила. Потому что я просто влюбилась в эту расцветку. И мне нравится, как они сочетаются вместе. По 1,50 евро каждая была. Еще один жакет красного цвета с таким цветочком. Я фанат этого оттенка. Мне очень нравится, как красный вписывается в гардероб. Это мы все еще сомневаемся по поводу покупки этого пледа. И очень-очень зря, что мы это делаем. Потому что у нас сейчас похолодало. И без такой позиции в доме прохладно. Далее мама пошла посмотреть, что еще у нас из хендмейда. Представлено в этих красивых деревянных плетенных ящичках. Здесь можно найти интересные находки. Далее это шелковые платки. Просто потрясающие расцветки. Такие вот радужные, жизнеутверждающие. История недорого. Но когда я начала смотреть на просвет, я обнаружила изъяны. Если бы я оставляла эти платки себе, я бы на это не обратила внимания. Но у меня уже очень много шелковых находок, поэтому эту я не взяла. Далее это платье Boffinger Femme. Это тоже винтаж. Длина макси, красного цвета. От верха идет плессировка. И по низу еще расцветики представлены. Если что, это не я так повесила это платье. Оно так висело в магазине. Я просто демонстрирую его вам. Далее вот такие вот туфли от Gino Vittorio. Плетеные на небольшом каблучке. Красивое сочетание оттенков. Бежевый, пудровый и коричневый. Немой фасон просто. А так бы, может быть, задумалась. Юбочка. Тоже винтаж. Длина макси. По низу рюшики. Такая вот расцветка. Немножко в деревенском стиле. Но я прям и вижу под белые какие-то кроссовки, под пусть даже белую базовую футболку. Будет смотреться очень органично. Далее у меня встретилась блуза в стиле сафари от бренда Jessica. Хорошая компания. Кстати, мне очень нравится. Это не из современного мира. Это из винтажа. Но представлены классные, актуальные сейчас позиции. Вот еще одна блузочка от Jessica с вышивкой. Ну, конечно же, я не могла пройти мимо таких декораций. Цветочный принт. Полоска вроде бы, да. И в то же время такие аляповатые цветы. Но смотрится это интересно вместе. Я, кстати, рекомендую сочетать винтаж и современные изделия. И получается очень оригинально. Это свитер от Max Mara Weekend в белом цвете. Немножко под вытянутые рукава. Но так, конечно, стильные. А это платье в клетку с рюшем огромнейшего размера. Либо для беременной. Но знаете, я таких пару вещичек взяла себе. Вот объемные. И на мой беременный живот, когда одевала, выглядело, конечно, все в разы больше, чем я являюсь на самом деле. Классные шлепанцы. Это кожа. Каблук квадратный. Носок круглый. И такие вот квадратики. Коричневые и бежевые. А это ретро-дутики. Я все уговаривала свою маму обратить на них внимание. Это как это ее размер. Но она проигнорировала. Зато нашла мне пуховик, который я упустила из внимания, так как он мне особо не приглянулся. Кофейный цвет, такой стеганный. Но знаете, я всегда говорю, что если мне вещь с первого взгляда вот так вот не нравится, то, наверное, стоит о ней забыть. Вот я по поводу этого пуховика так как-то особо не впечатлилась. Не взяли мы его. На днях мы купили мой идеальный с лимитированной коллекцией Юникло коллаборации Джилл Сандер. Чуть попозже покажу вам. И он просто восхитительный. Кстати, чтобы понимали, в этом магазине мы провели, наверное, полдня. Поэтому я буду очень благодарна, если вы оцените этот ролик лайком. Хотя бы за старание. И напишите в комментариях, какая вещь из того, что я вам показывала, понравилась. Вот, кстати, блуза тоже винтажная с объемной вышивкой. И еще одна винтажная блуза красивого черного цвета, золотистая фурнитура, пестрая расцветка. Сзади завязывается на бантик. Спереди короче, а сзади длиннее. Стоило 4,50. Очень нарядное изделие. А это вот еще одна блуза. Блуза-жакет, я бы так сказала, в горошек. Тоже красивые золотые пуговицы, яркие цвета. Потом, кстати, я нашла еще и юбку в комплект КТ-блузи. Еще одна юбка. Длина Макси. Птенчиковый желтый цвет. Фуксийные цветы. Помрачительная расцветка хаки. Розовые цветы, какие-то помидорчики. Здесь а-ля огурцы. Я так называю эту расцветку. Конечно, надо было правильно как-то по-другому наименоваться. Но здесь мне почему-то хочется так озвучить. А вот это платье, кстати, стоит 12 евро. Я за ним хожу уже, наверное, с месяц. Мне хочется, чтобы оно было чуть-чуть дешевле. Такое винтажное, длиной Макси. Я, кстати, его еще не примеряла, потому что сначала мне живот мешал, а сейчас мне все как-то времени не найдется. Сумочка-клач. Красивый фасон. Не совсем идеальное состояние. Я так понимаю, что это не кожа, это кожа-за. И стоило 4,50. Но, как задумка, очень даже оригинальная. Люблю такие модельки. Полукруглая сумка, кожаная. Хорошая вместительная внутри. Застегивается на кнопочку. Это заноб. Я такой доначальный фильм даже и не знаю. Стоила она 4,99 евро. Я ее не купила. Тоже на днях выйдет ролик о моих находках Second Hand. Покажу, какую позицию я как альтернативу взяла шикарную себе. Классный кардиган. Я думала, что здесь есть махер, либо альпака. Он такой пушистый. У него объемные цветы и большая-большая дырка. В принципе, можно было как-то заделать ее, вышивкой обработать. Но когда кардиган стоил 6,99, заморачиваться особо не хотелось. Это кожаные босоножки. Примеряет моя мама. Квадротный каблучок. Очень такой красивый фасон. Но они слегка маловаты были. Кожаный ремень. Такая интересная у него застежка. У него на конце металлическая пряжка. На талии будет смотреться изумительно стильно. Для осенних образов просто идеальная находка. И следующая позиция. Это тоже винтажная рубашка. Кто смотрит меня давно, знает, что я просто фанатею таких пестрых расцветок. Мама взяла ее с собой в примерку. Но мы решили ее не покупать, так как у нас уже много подобных альтернатив. Как я говорила, следующий зал этого магазина – это посуда. И здесь просто умопомрачительная буйство. Здесь есть все, что только можно пожелать. И наборы, и какие-то винтажные. И немножко чудаковатые изделия, которые можно и на подарок кому-то. Либо как-то красиво обставить интерьер. Вот, например, такая вот посудина для соли и перца. Очень оригинально смотрится. Красивые оттенки. Единственное, что я не купила. У нас в кухня в красном цвете. Нам вот такой вот синий не совсем будет вписываться под интерьер. Вазы здесь шикарные. Я вот такие вот люблю модели. У нас дома несколько подобных стоит. Я их, кстати, не покупала, а нашла просто так вот на улице и на барахолках. Такое здесь часто встречается. То есть в этом магазине можно абсолютно все-все-все, что только душа пожелает приобрести. И, в принципе, по хорошей цене. Начиная от одежды и заканчивая какими-то аксессуарами для дома. Бытовыми необходимыми штукенциями. Кстати, даже куклы здесь попадаются. Вот такая вот порцеляновая дамочка красивая в идеальном состоянии за 6 евро встретилась. Далее я последовала в отдел с мебелью. И на этом видео буду заканчивать, так как у меня закончилась память на телефоне. Большое спасибо, что провели время со мной. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте видео лайки. Будем дружить. И подписывайтесь ко мне в мои социальные сети.